Ну что, вспоминаем прошлые работы, такая вот банька, но видео про нее есть, благо сейчас вот там работаю, поэтому получилось заснять, потому что раньше не снимал совсем, ну и фотографии тоже практически особо никогда не делал, но вот по этому объекту фотографий довольно-таки много, потому что сложный геморройный такой объект и постоянные шли согласования, что и как делать, где какие косяки всплывают, ну и так далее. Но тем не менее, вот как бы бревенчатый сруб на винтовых сваях, а сваи винтовые, потому что как бы так посоветовали, поэтому так и сделали, но кровля металлическая и такая вот террасочка, но в общем-то получилось довольно-таки хорошо в итоге. Это вот мне присылал хозяин, когда мы с ним обсуждали еще только перечень работ, там список материалов, составлялась смета, ну и так далее. Проект типовой, был куплен прямо вот готовый сруб, как бы под уже с готовой планировкой и так далее, и так далее, и так далее. То есть это самый вот такой капкан, в который всегда люди попадают и потом как-то пытаются из него всеми доступными средствами вылезти, чтобы, ну, с минимальными как бы потерями, чтобы получить хотя бы, ну, некое подобие того, что они все-таки, ну, изначально хотели. Ну, и, конечно, косяков по работе здесь, ну, немерено просто, начиная там от кривизны и кончая всем остальным. Это вот вид с фасада, то есть изначально такие вот небольшие совсем пропилы, там где-то полметра на метр. Ну, и началось, конечно, все с того, что надо как-то в нее нормально было войти. Поэтому делаем нормальные выпилы под уже готовые двери, которые будут стоять, потом это все окосячиваем и уже, как бы, чтобы вот к этому узлу нам дальше не возвращаться, но можно было нормально ходить, носить материал, инструмент, ну, и так далее. И потихонечку с улицы движемся вглубь. Вот второй пропил, это как бы такой маленький предбанничек, и там такой большой уже предбанничек основной, типа комнаты отдыха. Ну, вот два пропила готовы. Это дверь, вот между маленьким и большим предбанничком уже готовая стоит. Значит, здесь вот вообще бревно запилено просто уголком, и вот так вот оно было понакидано. Соответственно, здесь вот, ну, две моих ладони элементарно вот туда вот пролезали. Соответственно, понятно, что связки вообще никакой. И когда вот это вот пропилилось, вот это просто все осыпалось. Вот как прям осенние листва. Поэтому здесь вот тоже пришлось, ну, потрудиться. Это вид изнутри. Естественно, везде закладываем лен, утепляем, все щели забиваем, чтобы никаких ни сквозняков, там, ни промерзаний, ничего не было, чтобы все было очень плотно. И плюс, как бы, чтобы этот конструктив еще и удержал несущую нагрузку. А это вот вид из большого предбанника в помывочную и в парилку. Под печку делаем вот такой пропил. Ну, изначально, естественно, с заказчиком сам портал согласовывали. Причем, ну, довольно-таки долго согласовывали. Было много разных вариантов. Но остановились вот именно на таком, как бы, на вытянутом вверх. Здесь будет потом полочка. Ну, и вот вторая дверь, тоже окосячка. Эти бревна между собой тоже не связаны никак конструктивно. Пришлось это все, связи эти все делать на этапе отделки. И вот эта стена, естественно, тоже она никак не связана. Поэтому здесь, ну, пришлось, как бы, вот это все доделывать, переделывать. Ну, вот уже вставлена дверь, уже готов портал. То есть, вот, стоит окосячка, выносные боковины на расширение. И верхняя такая полочка, которая будет над печкой. Ну, там поставить что-то можно, положить. Вот это портал. Уже, ну, дерево уже все готово, как бы. Останется только термоотсечка и декоративная отделка плиткой. Плюс потом будет кирпичная кладка. Это вот вид немножко сбоку. Ну, вот уже готово. То есть, стоит дверь уже, ну, как положено. И готов сам портал. Это проем из помывочной в парилку. То есть, тоже, естественно, выпиливаем, окосячиваем, забиваем все льном. Пропил под окно. Тоже там окосячка, забивка льном, связка и так далее. И два одинаковых окошка. И в парилке, и в помывочной. Небольшие окошки, но они чисто, в основном, конечно, не для освещения, а для просто вентиляции. Вот такие окошки, уже вставленные. И вот они с улицы. То есть, вот здесь вот у нас парилка, здесь помывочная. И как бы два одинаковых окошка на одном уровне. Потолка нету, поэтому, естественно, там как бы ветер гуляет. Это все пока вот, ну, в этапе построения. Это вид из большого предбанника в помывочную. То есть, вот уже вторую дверь поставили в парилку. В каком-то одном из видео я рассказывал про вот эти двери. То есть, вот эта дверь, она без нижней части коробки, а эта дверь с нижней частью коробки. То есть, получается, здесь под дверью, естественно, зазор и как вентиляция. А там зазора этого нифига нету. И, соответственно, вентиляции тоже нету. Поэтому для парной пришлось делать вентиляцию под печкой. Вот эта дверь в парилку. Ну, двери, кстати, хорошие. Мне вот они нравятся. Они получаются с одной стороны как бы матовые, с другой почти прозрачные. Стекло довольно-таки красиво, эстетично так, ну, недешево совсем смотрится. Ну, и, в принципе, в монтаже они довольно-таки простые. Три петли. У каждой своя регулировка. То есть, можно отрегулировать само полотно во всех плоскостях. И чтобы оно прижималось хорошо. И чтобы зазоров нигде не было. И плюс вот здесь вот на вот этой вот внешней ручке там магнитик, который вот замагничивается на магнит, который на коробке. И получается такая магнитная защёлочка как бы. Довольно-таки удобно. Это вид изнутри парной. То есть, вот уже готовы двери, которые идут в помывочную. Готов портал. Сквозной потолок пока. Здесь бревно стёсанное. Но тоже как бы между брёвнами там перепады. Самый маленький, ну, сантиметр. То есть, тут такая лесенка, что просто караул. Вот, как бы рекламирую. Покупайте готовые проекты. Ну, и после того, как были пропилены все проходы, чтобы можно было ходить, носить материал. Ну, занялись полом, чтобы было по чему ходить. Потому что здесь пола не было, а просто была накидана доска черновая. Поэтому, естественно, сначала снизу подшили черновой пол, который у нас будет держать утеплитель. Потом пароизоляция, утеплитель, двадцатка, как бы это минимум по нормативу. И сверху здесь вот на всей площади была вот эта доска. Поэтому решил так, что эту доску оставить. И на неё сверху ещё такую же двадцать пятую уже положить чистовую. То есть, получается как бы такой пирожок пятидесятый. И на эти вот пролёты пятидесятка вполне нормальная на прогиб. То есть, потом, когда это всё прошилось-шилось, получилось так, что это как бы получился... Ну, не доска на доске, а за счёт того, что она друг к другу и к лагам пришита, это получился уже такой щит, который нагрузку держит гораздо лучше, чем просто доска. И поэтому, ну, в принципе, вот сколько там как бы уже люди пользовались, ходили, прогибы не ощущаются. То есть, ну, и рассчитано правильно, и сделано, ну, неплохо. Это я про себя. И потом по утеплителю, соответственно, тоже пароизоляция. И пошла доска уже всё, чистовой пол. Пол постелили, значит, уже можем ходить и делать какие-то дальнейшие работы. Поэтому начали, естественно, с парилки. На бревно, вензазор, потом парогидроизоляция. И потом уже подшиваем основание для полок. Потому что основания для полок, понятно, должны крепиться в стену, в бревно. Для жёсткости и надёжности. Иначе, если их крепить на каркас, то большая вероятность того, что вся эта конструкция под большим весом сыграет. А большой вес может быть элементарно. Приехали гости, все туда завалились. Или, например, часто бывают такие ситуации. Люди построили себе, прошло какое-то время, и их там дети, или там дети знакомых, или ещё что-то, завалились компанией, и ещё, не дай бог, там подвыпили, и понеслось. То есть тут нагрузки могут быть на порядок больше проектных. Поэтому всегда вот эти вот конструкции делать надо с многократным запасом прочности. И, естественно, вот как бы эта доска от стены до стены, намертво закреплённая. К ней поперечинки. От этой доски к стене тоже получается очень жёсткий каркас. И потом, так как у нас полки буквы Г, то вот к этой основной доске крепим поперечную доску, к ней намертво и к стене намертво. Получается, она очень прочно закреплена. Выбираем четверть, вешаем вот эту доску. Она получается как бы как рычагом. Одним концом на стене, вторым на хорошо закреплённой доске. Поэтому вот этот хвостик, он тоже очень прочно держится. И к этому хвостику уже шьём вот эти вот, как бы, ну, перемычки. И они тоже вешаются довольно-таки, ну, жёстко и прочно. И так же наверху, ну, почти так же. И получается, вот в целом эта конструкция, она на изгиб, там, на прыгать, если кто-то по ней будет бегать, там, какой-нибудь тяжеловес, то она его вполне выдержит. Поэтому, естественно, вот эти все конструкции делаю всегда без столбов, без ног. Потому что это и мешается, и не эстетично, а вот по прочности вот эта конструкция иногда чаще гораздо прочнее, чем те халабуды, которые делают на столбах или там на пеньках. И после этого только начинаем закладку утеплителя и обрешётку. Вот это вид изнутри. То есть у нас каркас для полок готов полностью. Нижняя полка, вот эта глубина одинаковая с верхней, вот эта чуть побольше. И тут такой, как бы, скос. То есть она у нас выступает в роли и, как бы, и ступеньки, чтобы запрыгнуть на верхнюю, и, если надо, пониже посидеть. То есть тут тоже, ну, достаточно места, ну, достаточно в сравнении с габаритами всеми вот этой парилки, чтобы можно было как-то там посидеть, что-то там на печку поподливать, ну, и так далее. Ну, и всё. Дальше вот уже утеплитель закрыли, вент-зазор и фольгой это всё дело зашили. Стыки, естественно, алюминиевым скотчем все проклеили и пошли шить вагонку. Я сначала делаю потолок, потом стены. Ну, так удобнее, как бы я к этому привык. И мне кажется, это вот оптимальный алгоритм. Вот зашили стены, потолок стены готовы, каркас под полки готов, пол, естественно, готов, потому что его стелим, но в первую очередь, чтобы по нему уже нормально можно было ходить. Если грязновато или боимся испачкать, то, естественно, просто на него кидаем какую-то плёнку и нормально потом ходим. И здесь осталось у нас место под защитные экраны для печки. Их делаем в последнюю очередь, уже после того, как бы как вот это всё обшили. Но можно делать и наоборот. Вот как бы это не принципиально. Но мне кажется, ну вот в этом случае так было удобнее, и поэтому делал так. Вот уже нашили нижнюю полку, значит, буквой Г, поэтому так и вот так. Потому что если делать всё в одном направлении, то будет очень много торцов, и это довольно-таки эстетично некрасиво. А так мы как бы обошлись минимумом вот этих видимых торцов. Ну и гораздо симпатичнее оно в итоге получилось. Тут, естественно, запилы, тут вот такие вот стыки аккуратненькие. Режу торцовкой, и потом просто шлифмашинкой немножко края снимаю. Получается аккуратненько, красиво. Потому что изначально вот эти полки, они, понятно, там фаска довольно-таки полукруглая так хорошо снята. И вот под этот размер также делаю и торцы. Вот уже полки все готовы, под спинники поставлены. Естественно, изначально забыл сказать, но понятно, что закладываем везде проводку, термостойкий провод, и вывешиваем хвост. Потом, когда стена обшита, уголки поставлены, уже навешиваем плафоны. Подключаем там к самим лампочкам, и всё как бы с электрикой, с освещением у нас всё готово. Это вот вид сверху. То есть, вот видно, что нижняя полка выступает вот настолько, вот таким как бы, ну, буковкой Г. И здесь тоже спилы, чтобы когда заходишь, об угол, ну, не шарахаться, там себе плечо не отбивать. И также снизу, чтобы коленки не отшибить. Ну, и плюс получается, что получилось сделать их пошире. Потому что, если делать вровень с дверью, то вот эту доску пришлось бы не ставить. А снизу аж целых две доски пришлось бы не ставить. А так всё-таки, ну, чуть-чуть, но пошире. Потому что, ну, размеры очень ужатые. А это вид с потолка, через отверстие под трубу. То есть, вот у нас уже как бы, вот в плане полки выглядят вот так. Ну, и всё. Вот уже парная. Что касаемо деревянной части, всё, она закончена. Это вот другой конец. Это общий вид. Ну, здесь вот так вот разрезаю. Или там ещё как-то, то есть, по желанию заказчика. Чё хотите, то можем сделать. Как вам нравится, как вам хочется. Потому что, всё-таки, вот такие пропилы, они дают, ну, эстетику. Потому что, если просто доску ставить, например, без пропила, ну, то она смотрится гораздо хуже. А так, ну, хоть какая-то, ну, вот изюминка. В простейшей, казалось бы, вот такой доске. Это ведь через отверстие для дверки, для печки. Уже минирит пришитый. Здесь тоже идёт минирит, как термоотсечка, потому что здесь будет кирпичная кладка, и её тоже надо отсекать от дерева обязательно. И дальше здесь уже будет вот хвостик, там будет минирит, и на него наклеена плитка. Ну, вот она уже готова окончательно. Вот пришит минирит, соответственно, одна и вторая стена, потому что печка здесь очень близко к ним. Обязательные зазоры от печки до горючего материала. И сверху обязательно тоже будет лист минирита, и он будет прикрыт типа под нержавейку таким фланцем. А бока будут обклеены плиткой. Это вот остаток там пропил, чтобы горло от печки туда прошло. Это вид из предбанника, уже вот с миниритом. Ну, и вот уже готовая. То есть, поставили печку, насадили трубу, примерили, где должно быть отверстие в минирите и фланец, как подгонять. Соответственно, пришили минирит, поставили фланец и приклеили плитку. Все. Парная готова. И вывели трубу. Сэндвич обычный, проход через чердак, выход на улицу, по нормативам все расстояния, и флешмастер, он такой силиконовый, а здесь типа жестянки, такой мягкой. Ее, естественно, на герметик, и прошиваем обязательно кровельными саморезами. Вот если снизу зазоры оставляем для вентиляции, то сверху и по бокам герметизируем и обязательно прошиваем все, чтобы было плотно, чтобы туда вода не подтекала, дождевая, и плюс конденсат. Ну и вот такой портальчик. Обычная кирпичная кладка, витебский кирпич, или не витебский, сейчас уже не помню, может быть какой-то фасадный, но близко по цвету к витебскому похожий. На глину, потому что это внутри помещения, поэтому, естественно, на тормостойкую глину. И здесь дальше вот сами бока и низ плиткой, и плюс перед печкой обязательно должен быть негорючий лист. Но можно из какой-то нержавейки или там под медь, под бронзу, а можно просто вот плиткой как бы в один цвет и довольно-таки все гармонично и красиво. Печку пришлось поднимать, почему? Потому что вот это бревно выпиливать ниже было просто нельзя, иначе стена бы развалилась. Поэтому пришлось сделать такой вот порожек и под печку там тоже поднимать порожек делать. И, соответственно, здесь вот тоже этот порожек получился. и потом полки и подспинники покрыли маслом. Стены ничем не крыли, потолок, пол тоже, пол покрыл тоже маслом, а потолок и стены ничем. Вот она готовая. Вот масло дало такой оттенок небольшой. Ну, вот уже готовая конструкция. Бывают случаи, когда вот люди, ну, это сейчас не об этом проекте, а просто так истории жизни. Вот люди покупают какие-то готовые проекты или готовые решения, и потом часто вот на объект приезжаешь, и заказчик или заказчица там начинает рассказывать, что она хочет. там я хочу вот то-то, я хочу вот то-то, я хочу вот то-то. Ты говоришь, угу, хорошо, надо посчитать, потому что я строитель, я строю, и если что, в тюрьму посадят меня, или там бошку снесут мне, или там секатором что-то отрежут мне, а не проектировщику и не продавцу, который тебе вот это впарил. И в итоге считаешь и говоришь ей, вы знаете, вот ваш типовой проект не подразумевает, что здесь будет стоять печка. Или там ваш типовой проект не подразумевает, что здесь будут полки. То есть мы ставим печку и в уголке ставим табуретку, на которой вы будете сидеть и париться. Потому что по нормативам должно быть вот так, вот так, вот так, вот так. Поэтому выбирайте либо полки, либо печка. Понятно, что там заказчица в шоке, в истерике, а как, а вот что, ну, ответ элементарный, пожалуйста, пусть тот, кто вот это проектировал или тот, кто вот это вам продавал, приезжает и строит. И сам за это отвечает. Потому что я за это ответственность не хочу. И начинаются отдавайте так, отдавайте сяк, отдавайте наперекосяк. И понеслось, и понеслось, и понеслось. Поэтому еще раз, ну, возвращаясь, как бы вот, ко всем моим вот этим вот пискам, обязательно участвуйте в процессе проектирования или обязательно принимайте проекты продуманно, а не так, что вот лишь бы что там купить и хрен бы с ним, а строитель разберется. А строитель нормальный, он не будет разбираться, он скажет, что вот нормативно должно быть так, либо делаем так, либо ищите другого. И вы пойдете искать другого. На улице поймаете какого-нибудь чебурека, который вам сделает то, что вам нужно, и потом, не дай бог, что-то случится, а вы его уже потом и не найдете, потому что он уже там где-то, не пойми где. Ну и так далее. Поэтому вот, ну, стройка, это дело очень серьезное. Особенно то, что связано с огнем или с какими-то нагрузками, что там на голову может упасть или вниз провалиться. И никогда нельзя недооценивать вот всех этих рисков. Но тем не менее, парилку закончили, пошли в помывочную. Помывочная то же самое. Полутепление, потом гидроизоляция, я прям гидростеклоизол наплавляю. На бока пароизоляция хорошая, на нее гипсокартон, потому что подразумевается плитка. Здесь арматура, потом стяжка, разуклонка, сухой затвор и выход на улицу. То есть пол у нас получается идет слив, теплый слив. То есть он закрыт тюлками, вложен греющий кабель, чтобы всей этой конструкцией можно было пользоваться в любое время года и в любые морозы. Вот уже оклеена плитка, сверху пластик, точечные светильники, потолок утеплен. И вон, в общем-то, ну практически все, вот швы затерты, то есть помывка уже готова. Здесь вот выход для воды, то же самое, труба вниз, чулки, греющие кабели и пошло оно в кессон. И на стене электрический обогреватель, ну типа полотенцесушитель. Это вот с освещением отточечных светильников. Наличники на дверях. Ну вот, в общем-то, все готово. А плинтус потолочный там осталось только. Вот уже с плинтусом. Уже готово. Наличники покрашены. Ну покрыты там прозрачным бесцветным покрытием. Вот такое вот получилось помывочное помещение. А вот у нас вышел уже портальчик, то есть готовый пол. Здесь вот, ну между бревнами говорил, там были такие зазоры, что две ладони пролезало, поэтому туда тонны льна ушли, десятки баллонов пены и так далее. И все вот это безобразие пришлось закрывать вот так вот. То есть можно было обойтись просто канатиком, но с учетом того, какие там щели и как там все вот это вот затыкалось, пришлось ставить вот из доски под 45 такую вот ну как бы бутафорию. То есть доска, она, ну делается шаблон, наносится разметка, лобзиком выпиливается под каждое бревно, одна и вторая, и потом по торцам запилы под 45 и обычная доска вот так вот сюда и гвоздиками аккуратно прибивается. Получается такой вот закрытый уголочек. И здесь то же самое. Утопить вот эту вот плитку в пол не получилось, потому что там ну так особенности конструктива, то есть с полом там тоже пахтеть пришлось очень долго. И поэтому она чуть приподнята. какой-то уголок металлический ставить, ну решили не ставить, потому что там ноги себе собьешь. И пришлось тоже брать рейку и вручную под вот непонятно какими углами это все выпиливать, там потом состругивать, потом подшлифовывать. Но в итоге получилось такой вот очень пологий аккуратненький уголочек. Ну хозяевам нравится это главное. Я как бы тоже работой доволен. Ну и все. Вот потом прошлись канатиком по всем стыкам. Все получилось как хотелось. Это вот вид на вход в предбанник. Это вот вид из маленького предбанника в большой. Ну и все. Пошли на улицу. Про улицу во второй части расскажу. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...